К комплексным мерам, предпринимаемым государством по противодействию распространения коронавирусной инфекции, по обеспечению населения изделиями медицинского назначения, по доставке необходимого оборудования, присоединяются и представители узбекского бизнеса. Очередной борт из Китая прибыл в столичный аэропорт. 47-тонный груз встречал наш корреспондент Джамши Цуатов. Ознакомиться с содержимым груза нам удалось не сразу, поскольку он сначала прошел процесс дезинфекции, и спустя только полтора часа нас пустили на борт самолета. Как видите, при доставке груза из-за рубежа строго соблюдаются правила санитарной безопасности. В составе груза 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, 100 дезинфицирующих устройств, 5000 современных измерителей температуры, также сотни медицинских коек, несколько тысяч масок, перчаток, защитных очков. Необходимо отметить, что приобретённое обществом с ограниченной ответственностью Барака Холди медицинское оборудование является современным и значительно упрощает процесс лечения пациентов. В частности, турбинные вентиляторы имеют многофункциональный механизм безопасности и усовершенствованную технологию управления. Ну а умные термометры с функцией распознавания лиц позволяют вести отчёт ежедневной температуры измеряемого пациента. Общий вес доставленного из Китая груза составляет 47 тонн. В нашей стране в целях борьбы против распространения этой болезни президентом Узбекистана Шавкатом Морзиоевым осуществляются колоссальные меры. Наша компания полностью поддерживает инициативы главы государства. Если мы объединим наши усилия и при этом будем соблюдать меры безопасности, то сможем перебороть этот вирус. Среди приобретённых изделий медицинского назначения есть и современные устройства. Они успешно проявили себя за рубежом. Надеемся, что всё это упростит процедуру лечения и поможет нашим врачам, которые стараются ради здоровья народа. Данный груз будет передан на распоряжение Министерства здравоохранения Узбекистана, после чего и зелия медицинского назначения будут распределены по учреждениям по мере надобности. Продолжение следует...